Марк Фейгин, российский правозащитник, присоединяется к нашему эфиру. Марк Захарович, рады вас видеть и рады будем еще больше слышать. Добрый день. Да, извечные вопросы. Чего хотят женщины, чего хотят мужчины? Чего хочет Путин? Благодарю тебя, Денис. Логика у тебя хорошо работает. Хочу вас спросить, чего же хочет Кремль, чего хочет Владимир Путин вот сейчас? Действительно ли инициатором того, чтобы сесть за стол переговора, может в этот раз выступить Кремль? Как вы считаете? Ну, во-первых, Кремль уже не раз об этом говорил. То есть, они повторяют на разные лады и МИД, и Лавров, и Песков, и все другие. Некоторые пониже, вот участники делегации, Слуцкий такой. То есть, они об этом говорят постоянно. Правда, все время оговариваясь о том, что по существу то, что они предлагают, это все то же самое, фактическая капитуляция. Но это лишь предлог. На самом деле, я думаю, что они прекрасно дают себе отчет о ситуации на фронте. Поэтому потребность в паузе, потребность в перемирии для них уже в настоящий момент является жизненно необходимой вещью. Во всяком случае, на юге. На юге определенно. Что касается, готов ли Кремль вообще подвинуться в том, чтобы не требовать демилитаризации, там, не вступления в НАТО, признания статуса Крыма российским, статус-кво в Донбассе, Херсоне и Запорожье. Но, так вы понимаете, они хотят втянуть в переговорный процесс, а там дальше уже выкружить свое. Россия в лице Путина всегда обманет. Надеяться на это не стоит. Они обманут. Они хотят получить передышку. И, скажем так, дать тем силам в Европе, особенно, в меньшей степени в Америке, дополнительный козырь в том, что, вот смотрите, Москва же готова. Москва же расположена к компромиссам и так далее. В любом случае, в настоящий момент, на этом этапе, это не более чем уловка. Попытка обмануть, выиграть время и все равно продолжить делать то, что они делают. Значит, ну, Зеленский, президент Украины, чутко сказал, Минска-3 не будет, до свидания. Никаких подобных переговоров, бессмысленных, их попросту не будет. Они не нужны Украине. Зачем? Еще на следующие 8 лет задержать российские войска на своей территории? Нет, до свидания. Нам такая история, нам такая корова не нужна, скажем так. Ну, окей, тут, в принципе, позиции-то понятны. И, по идее, в Кремле должны же просчитывать уже следующий ход. Вот. Киев, страны Запада, отказывается от любых условных Минска и так далее и тому подобное. Это аспект объяснения для своего народа, что, ну, видите, поэтому мы и должны вести войну. Ну, надо потерпеть, надо подождать. Это так выглядит? Ну, и да, и нет. Потому что народ, честно говоря, не сильно объясняет, перед ним не оправдывается. Скорее, да, пропаганда в эту сторону работает. Ну, так она и до этого что-то подобное же делала. То есть, если бы, в принципе, принято было решение о мобилизации все той же, да, ну, его бы реализовывали как обычное решение. Другое дело, что, да, есть осознание того, что, понимаете, как, вот хорошо мобилизацию, когда ты за два-три дня взял Киев. Потом можно и мобилизацию, да, вы знаете, знамена покидать на Крещатике. Что-нибудь такое. А тут-то ведь, понимаете, как, война длится уже седьмой месяц, да, логика ее такова, что из специальной операции она превращается в долговременную, затратную, опасную и чреватую потерями и жертвами, значит, бойню. И вот ощущение этого, оно нарастает. Потому что, вот, главное, даже не столько потери колеблют обыватели, а именно, а почему так долго, почему шесть месяцев, семь месяцев, что там, нацисты так противостоят, что ли, крепко? Вы понимаете, и у этого все меньше становится аргументов, все меньше объяснений, а ради чего? Ну, вот, если сейчас любому, вот, русскому обывателю скажи, а вот война, допустим, будет длиться, там, три года. Вы знаете, вот вы готовы, чтобы три года она длилась? Какой-то вокзал у вас знакомый идет в сюжете, что-то такое, где-то я бывал. А вот, а они бы наверняка сказали, не-не-не, ну, три года, вы что, ну, как? Как три года, что нельзя справиться там за полгода, за год и так далее. То есть, вот это ощущение времени, оно, как бы, играет злую шутку с Кремлем. Потому что, на самом деле, испытания хороши, но на коротком участке. Слишком долго их терпеть, не так, чтобы сильно готовы. Поэтому, на самом деле, у Кремля есть некая критическая точка, она связана, прежде всего, с долгосрочностью операции. Вот для них это тоже влияет, понимаете? Вот. Не все войны заканчиваются переговорами, некоторые из них заканчиваются Нюрнбергским или Токийским процессом, обращаясь к опыту Второй мировой войны. Но, как я понимаю, ну, довольно скептичен вот этот аспект, то, что война России против Украины закончится трибуналом, определенным там питерским трибуналом, исходя из места, откуда происходит Владимир Владимирович и вся вот эта вот его приспешники. Окей, но, тем не менее, вам не кажется, что тень условного Нюрнберга, она также давлеет над Кремлем сейчас и, ну, немного беспокоит Владимира Путина? Да, вы знаете, они боятся не столько Нюрнберга или там, не знаю, Гааги, как принято говорить, они боятся собственного, так сказать, окружения, собственного народа, который в какой-то момент может свой Нюрнберг устроить, но только он совсем не такой, какой он был в 45-м году или то, что происходило в Гааге по другим историям, когда трибуналы по бывшей Югославии или другой. Все будет гораздо жестче и быстрее. Это как в процессе с Берией, которого вывели и в гарнизованной галактике в районе ее расстреляли, понимаете? Вот этого они боятся гораздо сильнее, на самом деле. Чем кончаются войны? Вы понимаете, для такого варианта нужно полное поражение. То есть, поражение это означает полная деоккупация территории в границе 91-го года Украины, а разрушение вообще полной российской армии до состояния просто ее несуществования. Внутренний процесс, связанный политически с переменной власти, причем такой катастрофический, да, война всех против всех. Вот это, при таком раскладе, вы знаете, там любые варианты возможны. Возможно ли такое? Будет ли такое? Но невозможно ответить на этот вопрос по той простой причине, что мы многое видели за русскую историю. И такие варианты, и другие, и сякие. Значит, мы видели, как в 91-м году власть менялась, мы видели, как Хрущева снимали в 64-м. Мы видели, в конце концов, 17-й год, когда империалистическая война превратилась в гражданскую. Бог знает, может быть, будет что-то новое. Все-таки на дворе век 21-й, понимаете? Может быть, мы увидим что-то совсем необычное. Но в любом случае, страхи эти, они в Кремле есть. Путин, он вообще человек, который очень меланхоличен в этом отношении. Безусловно, помнит об опыте от Каддафи до Хусейна. Хочет ли он подобной судьбы для себя? Ну, конечно, нет. Конечно, не хочет. А как ее избежать? Надо выиграть. А как выиграть? Ну, либо хитростью, либо силой. Другого варианта не дано. Но пока ни то, ни другое не получается. Вот переговоры и призыв в переговорный процесс – это хитрость, изворотливость, развод. Выиграть или тянуть? Еще один. Тянуть. Правда, непонятно, до какого времени. Как бы человеку не 20 лет. Я про Владимира Владимировича говорю. И тут можно дождаться до вопроса примерки костюма уже непосредственно. Вот Марк Захарович, например, привел, спросил у россиян, вы готовы еще три года, да, пока будут продолжаться так называемые спецоперации? Большинство из них, ну, навряд ли будет готовы еще испытания вот эти три года. Тут как бы варианты… Вариантов нет, несколько, скажем так. Марк Захарович, мы уже обращаемся к опыту Второй мировой войны, скажем так, и вы говорите о том, непонятно, как закончится война. Вторая мировая война для Германии, нацистского государства, она закончилась разрушением Берлина. Разрушенной Москвы, скажу субъективную мысль, я, например, не вижу. Ну, я не вижу украинские танки, как бы, простите меня, украинские зрители, я не вижу украинские танки на Красной площади. Это нереально. У Российской Федерации есть ядерное оружие, и при вот такой опасности непосредственно государственности уже, и тут мы говорим не просто про устрой какой-то, мы говорим про государственность, скорее всего, в том виде, в каком она есть сейчас. Ну, ядерное оружие – это последнее, это домоклов меч, который сейчас висит над всем миром. Окей, если не разрушенная Москва, ну, в прямом смысле, переносный смысл разрушенной Москвы, какой это? И кто это разрушение должен сделать? Украина, страны Запада, США, как именно, давайте так, наверное, главное все-таки. Вот вы понимаете, империи разрушаются несколько иначе. Во всяком случае, в 21 веке, действительно, по собладанию ядерным оружием, здесь многое по-другому, как бы, выглядит. Ведь вопрос, ведь в чем заключается? Для империи хуже военного поражения даже, когда с врагом-то можно договориться о чем-то, это состояние внутреннего распада. Это как вот реактивный процесс, да, ядра, распада ядра, вот, почти физический, в котором центр исчезает, все превращается в плазму, и, как бы, процесс достигает пика в момент, когда, собственно говоря, неуправляемость вообще системы доходит до ситуации, при которой, в общем, управлять невозможно в принципе, в общем, ничем. Мы такое видели, это и гражданская война, это от падения территории от страны, и там уже не надо танков чужих в Москве, там свои, знаете, запалят так, что лучше бы чужие бы приехали, хоть порядок навели. Поэтому, на самом деле, здесь совершенно другой финал может быть, и он, ну, промежуточный, может, финал, кстати сказать. Он может быть таким, что внутренние силы могут быть гораздо опаснее любого внешнего врага. Внешний враг может быть цивилизован, а вот внутренние силы, они уже показали, какие они. Ведь вот кто в Буче или, там, не знаю, в Мариуполе воюет, убивает и так далее. Эти же люди, они возвращаются, они же дома, если они не погибли. Эти люди, они, собственно, другой уже психологией обладать не будут. Они, если уж и начнут Москву сжигать вместе с его обитателями, то они будут это делать точно так же, как они это делали в Буче. Понимаете? Это те же люди. Вопрос, что там перещелкнет сознание, как изменятся процессы, когда это все будет направлено вовнутрь, а не вовне. Вот о чем речь. А почему они будут это делать? Какая у них будет внутренняя? Или это психологически просто подрывы этих людей? Что станет причиной? Да, для чего? Почему они будут это делать? Почему они будут так себя вести? Ну, я понимаю, там, по ТСР и так далее. Но если мы говорим о тех, кто возвращается, да, те, кто не погиб, какая, ну, скажем, что их будет сподвигнет к этому? Что они подвигнут уничтожения? Мотивационная составляющая, это главное, на самом деле. Нет, это комплекс причин, которые, он не только потому, что возвращаются люди с посттравматическим синдромом, и они готовы всех резать и кожу снимать. Это само собой. Это они делают в частном порядке, их там вылавливают. Мы говорим о комплексе причин политических, геополитических, огромных таких, которые оказывают влияние на сознание людей в гораздо большем масштабе. Ну, поражение, прежде всего, понимаете, поражением-то они называют не то, что танки чужие едут по Москве, а о том, что ради чего все было, если не только не добились, а только даже ухудшили ситуацию. То есть, вы же говорили, за два, за три дня возьмете Киев, и все, падет Украина, падет, а она не пала. Ну, как же так? Что же получается? Нацисты одержат вверху, вы представляете? А здесь действительно Украина одержит вверх. Как пропаганде можно будет вывернуться из ситуации, когда они говорят, что это борьба с фашизмом? Так фашизм победил тогда, понимаете? Фашизм тебя оккупировал, Херсон, фашизм выгнал вас с Крыма и так далее. То есть, получается, вы слабее фашизма. Вы же сами нарисовали эту людоедскую картину, в которой сами стали заложниками. Потому что вы не можете проиграть то, что как можно фашизм-то проиграть? А правда-то она другая, что нет никакого фашизма, вы сами его источник. Вы сами являетесь идеологическим обращником наследника фашизма, понимаете? И вот эта аберрация в сознании, она же непреодолима. Как же так? Мы проиграли. Мы же собирались выиграть. У нас же все было хорошо. Положены такие жертвы. И вдруг прорвется вся эта правда. Сама власть может превратиться вообще в пылающий котел. Потому что там... И без того, конечно, есть люди, которым это все не нравится. Не нравится не потому, что они страдают за Россию, или они проукраински настроены, или, не знаю, вестернизированы предельно. Нет. Они пострадали от этого из-за санкций, из-за потери денег, из-за потери перспективы, понимаете? И они хотят, собственно, изменить, все вернуть по-прежнему. А чаще всего в таких системах имперских, больших, гигантских, колоссах таких, это никогда не получается. Вот в 1917 году же ведь тоже государь-император, когда вступали в войну, в Вики-Ники, вот эти споры начали в 1914 году, союзнические обязательства и все такое, окончили, чем в 17 феврале принимали отставку в поезде Верховного Главного Командования. Ну, он себя назначил, вместо Николая Николаевича, Великого Князя, Николая Второй Романов, назначил себя, значит, главой ставки Верховного Командования. И вот к чему это привело. К поражению, дезертирству, снятию солдат с фронтов. Вот если сейчас при Путине такое произойдет, то гораздо катастрофичнее будет результат. Гораздо катастрофичнее. Потому что нет вот этих силы, значит, левых партий, их фланг, там, от большевиков до эсеров и всех остальных. Ну, тогда в 1917-м-то были еще, извините, трудовики, из которых Керенский вышел, прогрессисты разные. Вот, в конце концов, кадеты были, такие буржуазные партии были. Сейчас этого ничего нет, они все разрушили. Сейчас придут вот эти именно самые, про которых мы с вами сказали, которые вот в Буче были. Других нет сил, понимаете? Они же все сами истребили. Говорить о людей из системы, вот подобные позиции, подобные, там, просьбы, не просьбы, как это можно назвать, желания переговоров, оно не связано, изменение вообще дискурса вот этого, с того, что мы там, Киев за три дня, до того, что это война за выживание России. Уже месседжи такие ходят. Оно, часом, не направлено на то, чтобы в том числе перехватить инициативу вот таких маргиналов, как Прилепин, Дугин, Гиркин, этот грустный человек, они же используют вот подобную ситуацию, не успехи российской армии в Украине, как, в принципе, такое поприще для роста себя. Не-не-не, они это используют для, прежде всего, обоснования, что недостаточно все делали. Их идея заключается в том, что вы неправильно все делали, надо было делать по-другому. Нет, как бы идея правильная, надо уничтожить Украину, это, безусловно, угроза существования имперской Москвы, но нужно было делать все жестче, резче, быстрее, и вместо фанерных маршалов, там, типа, так называют Шойгу, поставить, действительно, вот их поставить, представьте, Прилепина поставить вместе с Гиркиным, ну, или что-нибудь в этом роде. На самом деле, это, ну, такая убогая идеологическая картина, вот, она, безусловно, так сказать, является проекцией, вот, от этих радикальных сил. Я вот выскажу свое личное мнение. Я все-таки считаю, что у них перспектив никаких, они маргинальны, эти силы. Что Прилепины, что Гиркины, что Дугины, не они определяют. Внутри самой власти, безусловно, есть публика, которая, может, и думает так же, но она более рациональна в том смысле, что ей есть что терять. Все эти люди, это же богатейшие миллиардеры, понимаете, долларовые. Люди, которые обладали несметными богатствами, ну, понимая, в каких условиях развивалась последний четверть века Россия, да, с углеводородной конъюнктурой и всем остальным. Вот, они не могут просто ради идеи какой-то абстрактной все это кинуть непонятно куда, да. Вот, а, плевать на наше будущее, наше детей, на наши капиталы, наше влияние, на нашу власть. Давайте попытаемся все-таки добиться чего-то, воюя со всем миром. Воюют же не с Украиной, а со всем миром. Выиграть у всего мира нельзя. Это такая вот... Маркс еще об этом писал, понимаете. Ну, нельзя выиграть у всего мира. И у народа выиграть нельзя. Кстати, тоже Энгельс с Марксом об этом писали, что невозможно выиграть войну у народа. Можно ее выиграть у власти, у правительства. Но нельзя выиграть у народа. Эти люди, я думаю, у них тоже есть временной лаг, понимаете. Они могут потерпеть год. А потом уже, как бы, последствия реальные, а не абстрактные. Они начнутся, они поступят. Начнут приходить к этим последствиям, да. И вот тут уже придется что-то решать. Потому что сейчас ведь ничего не решается. А что они решают? Они просто продолжают войну. Мы будем, говорит, столько воевать, сколько надо для достижения цели спецоперации. Это сколько. Но это сколько. То есть нет ответа, потому что они не могут эту войну победить. В этой войне победить. Тогда зачем эта война, если вы не можете в ней победить? Ну, то есть, безусловно, какая-то критическая масса будет возникать. Но еще раз повторяю. Это нужно время. А второе, не надо ждать, что эти люди как бы против войны. Они как бы против потерь для себя. Поэтому нужно какой-то этап пройти. Вот, понимаете, вот Херсон, если действительно деоккупирует, тогда возникнет вот этот нарратив. В обществе, кто бы там что ни говорил, всякие гиркины, что вы не так воевали, а Херсон можно было отстоять. Это будет вторично, понимаете? Первично будет. А зачем мы вообще это затевали? Вот какой как бы нарратив будет превосходящим, тот и определит отношение к этому, ко всему населению. Потому что его ситуация тоже ухудшается. Экономические показатели-то падают. Все, начиная от ВВП до заканчивая процент безработицы. И тут кто сможет подхватить? И это, кстати, могут быть совершенно разные силы. От маргинальных до конвенциональных. От сил, которые внутри власти и сил, которые за границей. Я вспоминаю... История циклична, по сути дела. Она видоизменяется, но она циклична. Германия после Первой мировой войны потеряла часть своих колоний и часть своей территории. Человек, воевавший Первой мировой войне, ослепший частично, в том числе потерявший много во время боев и по итогам Первой мировой войны, он по итогу пришел к власти. На реваншистских идеях, со своим собственным талмудом, с новыми идеями. Ну тогда они казались новыми, радикальными. Восстановление Германии. Адольф Гитлер. Россия это Веймарская республика? Нет, ни в коем случае. Веймарская республика была свободным государством. Вы меня извините. Там были блестящие политики. Там Ратынау. Еще кто-то. То есть это все-таки, несмотря даже на мир, который, конечно, был позорным, как считали немцы, но это все-таки Веймарская республика была демократии. Тогда Россия, Веймарская республика после проигрыша Украине в войне. Ну это логично тогда. Либеральные политики, которых захочет видеть мир, которых захочет видеть США. И реваншист. Дугин, Прилепин, похожий человек, разницы нет. Тот военный, который вы говорили, который убивал в буче. Тот, который захочет реванша, тот, который может повести за собой народ. Ну, во-первых, я хочу сказать, что насчет цикличности истории. Я-то продерживаюсь другой концепции. Европейский, западный христианский мир, как раз он не признает цикличности истории. Это только для восточного, китайского мира характерно. Мы признаем, что история человечества движется вперед, имеет прогресс от начала и непонятного, неизвестного конца, конца всех времен. И поэтому мы не считаем, что никакого прогресса не существует, и мы ходим по кругу. Я-то убежден, что прогресс существует все же, тем не менее. И с этой точки зрения повторения в чистом виде истории, наверное, не будет. Потому что Россия была веймарской, когда она была в 90-х годах. Понимаете? И это была заслуга падения тогдашнего тоталитарного режима, который упал как раз в результате войны, только войны холодной. Сейчас это новый этап. Понимаете? Этап, который прошел искушение демократии. То есть в 90-х был шанс вообще все это закончить. Все эти имперские намерения. Нужно было выбрать правильных наследников, в конце концов. Ну, дать им возможность выбраться, в конце концов. А не преемником сделать Путина. И тогда бы у веймарской республики можно было миновать этап реванша 13-летнего опыта национал-социализма, а сразу перейти к нынешней Германии. Шанс был. Этот шанс, собственно говоря, не использован. Был. Много причин. У нас сейчас нет времени это разбирать, но этого не произошло. Для того, чтобы России избежать возможного реванша, о котором вы говорите в случае «если». Потому что реванш-то уже сейчас. Мы уже имеем дело с реваншем. Мы уже имеем с Гитлером сегодня. Не с будущим Гитлером Гиркиным, а с Гитлером Путиным. Понимаете? Для этого нужно, конечно, ряд условий. Одно из них – это неуспех операции в Украине. То есть, фактически ликвидация имперской программы Москвы по восстановлению бывшего СССР или шире всей Восточной Европы под контролем Восточного блока, под контролем Москвы. Они же так в меморандуме Путина в декабре прошлого года заявляли в предложении соглашения с НАТО и договоре с Вашингтоном. Если это рухнет, то без вот этого имперского стержня осыпется все остальное. Понимаете? То есть, тогда не очень понятно, зачем всем народам оставаться вместе. Не знаю, от кавказских народов, от чеченцев или дагестанцев, и заканчивая какими-нибудь якутами или бурятами. Понимаете? А что их тогда вместе держит? Потому что, извините, Якутия со своими алмазами и нефтью и всеми остальными ресурсами может вполне прожить и без Москвы. Какая такая идея должна их удерживать? Все эти периферийные провинциальные народы обладают богатствами, ресурсами, которые позволяют им самостоятельно жить. Так что здесь может по-разному повернуться. Марк Захарович, спасибо Вам огромное. Всегда рады Вас видеть в нашем эфире информационный марафон. Продолжение следует. Продолжение следует...